а здрасте друзья всем привет улья у нас продолжается золотой голос из момента прошлой серии у нас прошел стримец на котором мы отмечали мой день рождения где-то полтора часа проиграли соответственно что у нас произошло на этом стриме во первых мы убрали наше 37 поле и теперь здесь ничего не растет и с этим полем я в общем-то наигрался мы можем его спокойно продать открываем риэлторское агентство находим наше поле номер 37 и продаем его за 400 одну тысячу доступны только в конторе ладно говно вопрос погнали в контору проблема что ли находим здесь наши 37 поле да у нас опять вот такая вот продаем имущество и соответственно поле номер 37 теперь у него выше рыночная стоимость но ничего страшного короче говоря мы его продали за 402 тысячи как и покупали кстати по моему именно за эти деньги моего и покупали так что она нам в общем-то хорошо обошлось предыдущий владелец этом типа срочно продавал решит такое ну да ладно также друзья мы немножко поиграли с нашим поездом теперь у нас есть еще три дополнительных зерновых вагона твою мать вы вылез из текстур короче говоря у нас теперь есть 6 зерновых вагонов да ёшкин кот как тут залезть посмотреть до 6 зерновых вагонов и соответственно есть еще шесть вагонов для для мешков для всяких для коробок короче чтобы возить всякое в мешках коробках и и зерно да соответственно тоже можем возить полу вагона я продал они нам больше не нужны они у нас использовались только для того чтобы возить грунт а в общем-то грунт на теплице возить мне больше особо сильно не хочется также кстати у нас созрел рис на наших рисовых чеках и в общем то еще на прошлой серии я пустил сливать воду с одного из них чем мы туда прибежим водичка водичка уже ушла так что можно приниматься за уборку здесь на двух других еще осталась грязь в общем то со временем она сейчас высохнет и все будет нормально тоже до убираем так что грубо говоря наши зад а еще забыл сказать что мы сделали опять-таки риэлторское агентство я продал 37 поле потому что хочу иметь поля поближе к базе надоело туда далеко ездить я об этом уже говорил соответственно мы кинули заявку на четвертое поле на пятое поле которые вот они находятся здесь вот около нашей базы также 8 9 у нас кинута заявка запрос отправлен в общем то надеюсь они без проблем нам все это продадут и десятое поле я тоже кинул заявку в общем то они все довольно рядом находятся будут у нас вот такие вот поля но посмотрим что из этого нам продадут ценники тут в принципе довольно таки гуманные 6 7 поле после уборки на прошлой серии мы обработали она тоже у нас готова к посеву то есть на эти игровые сутки наша задача разобраться с этими полями все выкупить если что-то нам там где-то будут выкобеливаться владельцы дать монеток золотых соответственно риэлтору чтобы он там поуговаривал тех чуваков продать в общем-то наша задача приобрести чтобы эти поля были соответственно привести их должный вид там что надо вспахать что не надо не пахать закультивировать чтобы завтрашним утром когда у нас не между по игровому дню и соответственно в следующей серии у нас закончится созревание всего и сбор в тепличках мы разберемся с теми контрактами и возьмем пачку новых примерно так это будет работать да кстати после того как мы соберем здесь рис эти рисовые чеки мы тоже продаем и скорее всего технику какую-то мы тоже продадим которая у нас работает чисто здесь на этих рисовых чеках она нам не нужна может быть обновим технику которая будет работать на наших полях там так что в общем-то фронт работы на сегодня понятен в первую очередь убрать поле с этим рисом разобраться собрать рис и в общем-то с ним тоже что-то делать так что погнали работать не знаю зачем я уходил с того поля с рисовых чеков зачем на базу шел работать мы будем сами с помощью вот этого замечательного комбайна ручками все по быструхи по убираем здесь и в общем-то погнали да еще man с нами будет работать он уже едет сюда будет соответственно с ну общем-то man будет сам работать да а мы здесь сейчас как жахнем и все будет тоже хорошо где здесь съезд бы найти нормальный я думаю проблем не будет тут в принципе я не знаю может быть даже одного нашего мана я не знаю сколько сколько риса здесь собирается я честно говоря не помню можем много раз здесь все засевали но не помню сколько всего этого уходит у нас главное сейчас в озеро еще не не жахнуться цепляем жаточку жаточку да чё ты она не цепляется а неужели такой криворукий он цепляется все нормально складываем ее запускаем наш суперский комбайн большой такой вот и погнали сейчас по кругу пройдемся чтобы удобно было разворачиваться я даже gps ставить не буду хотя он у нас есть я думаю вот этим супер мега комбайном мы довольно быстро все это дело поубираем строго ген стила ты вот друзья первый круг у нас короче завершён сейчас мы разгружаем то что насобирали довольно много кстати здесь риса так что ману придется покататься на базу все это дело по отвозить может быть еще урала сюда запрячут хрен его знает будет он успевать сюда ездить не будет успевать сюда есть я честно говоря не помню мы уже сталкивались этой ситуации я уже таким образом эти рисовые чеки убирал в свое время хороший вопрос сработает это сейчас или нет вот так вот все нормально закрываем трубу и погнали еще круги наворачивать да там немножко не закончена с той стороны лишь это мне подсказывает что надо сюда еще урала звать есть у нас урал с прицепчиком такой классный ладно посмотрим сейчас выгрузим посмотрим будет ли он успевать справляться возить потому что у нас есть еще в принципе три поля работа здесь много я думаю как нибудь мы это узнаем да так вот тут я думаю тоже нужно разгружаться в уже потому что мы находимся как раз рядом с нашим замечательным красненьким маном что мне периодически складывается такое впечатление что разгружается он очень долго не знаю прям аж надоедает ждать 22 комбайна собрали по-быстрому и считай но почти пол поля мы собрали до быстро классный комбайн очень мне нравится быстро работает что самое главное крутота и в а это вот друзья вот так вот быстро а ведь действительно быстро поле у нас убрано и походу грязь еще на других чеках у нас осталось то есть убирать их еще рано кстати с одного поля этого мана мы не забили полностью интересно да хрен его знает в общем то как это работает в мане еще 68 процентов сейчас будет что-то около 90 на выходе я так понимаю даже комбайн заглушить до грязь у нас здесь еще осталось соответственно ждем по тогда когда пока ждем пока грязь до ждем пока грязь отсюда уйдет пока высохнет но это кстати должно довольно таки скоро уже произойти у нас man скорее всего поедет до 92 процента я почти правильно посчитал знаете ли это хорошо это я молодец команд никуда не едет они он завелся и поехал красавчик отвезет на базу вернется сюда будет дальше стоять ждать надо ему сказать чтобы он между двенадцатым тринадцатом поле тогда уже припарковался лиц одной стороны комбайн здесь стрёмно оставлять знаете ли но он же сейчас не сможет по этой грязи убирать да точнее ездит он сможет но это будет полная жесть это будет неуправляемая вообще что-то да он просто дрифтит рановато рановато пока убираться здесь еще значит пойдем пока отдохнем а то знаете ли поле убрали целое можно и отдохнуть ждем пока до грязь высохнет а пока мы тут же дали пока высохнет все это дело нам пришел ответ на запрос по поводу 10 поля и поле высохло кстати погнали тогда в риэлторскую контору узнаем что там с десятым полем она кстати не самая дешевая у нас вот это потому что оно большое она еще с урожаем кстати тут соя растет правда неизвестно в каком она состоянии не знаю почему я пешком и до в эту самую риэлторскую контору когда можно было бы просто телепортироваться туда но мы не ищем легких путей да ни для кого это не секрет но я могу благо помню как туда идти соответственно поле номер 10 ответ на запрос 418 тысяч покупаем да я не посмотрел сколько оно должно стоить но 306 тысяч мы можем его продать значит значит все нормально значит она нас не обманула тут в принципе у всех кому мы сделали запрос лояльность сто процентов поэтому сильно выпендриваться они не должны в общем то есть у нас новое поле поздравляю вас всех с этим там правда растет урожай я вот не знаю нужен он нам или нет эти соевые бобы я думаю что пускай растут и к следующему разу у нас там к следующему утру они вырастут да будет уборка соевых бобов соя уже 28 процент так что клещу мутура но все должно созреть в каком состоянии находится лучше расскажите мне разумеется требуется вспашка и она нихрена не удобрена короче будет мало но тратить время и удобрение на эти соевые бобы которые нам на хрен не упали у меня желание особого нету короче друзья я тут сейчас занимаюсь дальше сбором если будет какая-то интересная информация то мы с вами встретимся а в общем-то погнали собирать рисик и внезапно друзья на нам приходит ответ на запрос по пятому полю разумеется мы сразу же все бросаем и перемещаемся в риэлторское агентство где она вот она потому что это важно поле номер пять 216 тысяч в принципе покупаем хотя она стоит намного дешевле да не осмотреть 148 тоже мы немного потеряли 318 самое дорогое поле у нас идет 4 еще у нас 8 9 ничего не знаю в общем-то до 4 8 9 мы еще ждем ответы тут принципе тысяч по 200 готов выложить за 8 9 1400 за 4 в общем-то все есть все замечательно мы тогда отсюда сваливаем переходим к нашему комбайну включаем его и продолжаем дальше заниматься уборочкой да тут еще вот нас непочатый край работы и еще есть целое поле короче да продолжаем а вот друзья пришел ответ на запрос по поводу восьмого поля мы тут кстати уже почти до убирали 12 осталось не так много пол поля точно убрано потому что у нас уже пол мана забито мы соответственно идем опять-таки в риелторскую контору до риелторское агентство узнавать насчет нашего восьмого поля пока что еще не нашего но что-то же нам скажут 147 тысяч у него рыночная стоимость и за 162 он его продает замечательно моего забираем просто с руками и ногами что называется у нас еще остается миллион денег и около 500 тысяч чуть больше мы потратим на оставшиеся два поля нас еще 4 и 9 интересует которые нам надо обязательно купить да видимо ответа на них не придут пока я тут убираю все я короче в общем-то да продолжаю заниматься уборкой и мы встретимся с вами когда что-нибудь еще интересненькое произойдет да я лилуя друзья у нас закончилась уборка наконец-то я честно говоря даже немножко задолбался тут кататься но ничего бывает иногда иногда надоедает что-то делать особенно если это все однообразно а в некоторых такая работа целыми днями сидеть на комбайне и он и кататься в общем то что у нас дальше дальше друзья эти самые рисовые чеки мы тоже продаем в общем то с рисом я по сути дела наигрался ездить сюда сеять этот рис еще с водой мучиться еще не всегда все работает никакого смысла я не вижу производство у нас дальше которые связаны с рисом и запускать не будем единственное что мы сделаем весь рис который у нас уже собран есть мы с вами очистим и там по какой-нибудь доставке по какому-нибудь классному плану что-нибудь короче мы сделаем сворачиваем комбайн разворачиваем жатку ман давай уезжай тебе уже давно пора ехать жатку соответственно отцепляем и поехали к нашему знаете чему к нашему ангару посмотрим что у нас есть за техника что нам надо а что нам не очень надо в будущем да потому что что-то из этого мы сейчас перегоним обратно на нашу базу из того что там стоит а что-то а что-то не перегоним что-то мы продадим нахрен потому что там точно есть два культиваторы которые нам не нужны сейлка которая нам не нужна лук наверное маленький еще лежит который нам тоже не нужен трактора я вот не знаю трогать не трогать по сути дела от них тоже особого смысла то и нету разве что удобрять поля у нас есть мтзшка маленькая которая этим занимается прекрасно справляется а так у нас вальтер одна большая которая и сеет и пашет и все остальное делает кстати да нужен будет нормально еще один трактор сильный наверное надо будет купить да вот такие вот перестановочки у нас немножко внезапные немножко не очень внезапные сезам откройся вот значит засмотрим что у нас здесь стоит у нас у нас еще есть комбайн там и точно этот продаем он нам не нужен хотя с другой стороны может быть я ставить да можно и комбайн оставить будет две единицы техники работать потому что у нас будет параллельно идти уборка четырех полей и желтый new holland будет работать три раза быстрее соответственно на 6 7 поле например ставим работать вот этого актроса вместе с тележкой с new holland каким-нибудь условным хотя может быть и не надо может быть и нет в этом смысла ладно давайте это все продадим и тележку в том числе вместо тележки у нас урала есть если что тоже может возить единственное что здесь есть топливо не знаю имеет ли смысл его вести наверное имеет там его много хотя с другой стороны можно заправить комбайн в комбайн литров 600 а тут три куба не так много денег стоит чтобы этим развлекаться можно было бы и ангар кстати продать только вот ангар продать нельзя ладно что мы делаем мы мы значит зацепляем на фоломи наш комбайн и едем на базу на этом тракторе у нас лидирующий разгружаем топляк это бочка я не знаю в принципе бочка то полезная хотя на копейки стоит если что можно всегда купить такую же шестом комбайн развернулся не развернулся парниша вообще плохо не развернулся такое бывает да на мощей у него просто много очень много поэтому такое иногда случается ничего страшного мы к этому привыкли в общем-то маршрут он вроде как словил поэтому погнали new hall он тоже особо быстро не едет поэтому комбайн сильно не должен будет отстать хотя с учетом того что у него поворотные задние колеса может его неплохо так и занести на поворотах да ладно сейчас приедем на базу там разберемся я тут стараюсь не особо круто поворачивать приходится конечно следить за всем этим вообще фоломи классная штука разработчик который придумал молодец чем я иногда складывается такое впечатление что даже рисовые чеки у нас находится довольно таки далеко от базы и десятое поле хотя не знаю вроде как и не сильно далеко а вроде как и ездить сюда может быть впадлу потом будет хрен его знает в общем то мы тут по-тихому подъезжаем уже потихой грусти к нашей базе сейчас мы из этой бочки выгрузим топливо и все и прощай оранжевый гробик я надеюсь комбайн сюда пролезет если не пролезет будет обидно до этого выгружаться собираешься на эту кнопочку до пролез кстати молодец какой выгружаем топляк а еще знаете что сделаем поедем комбайн загоним на мойку такой хитрый план у меня потому что комбайн чума за как я не знаю что чем мы вот тут проедем через моечку здесь остановимся комбайн скорее всего становится не комбайн не остановится комбайн застряла я понял все еще так упал неудобно я вам скажу может потом не выбраться отсюда ладно оставляем пока это чудо техники здесь пускай здесь стоит лезем мы в меню до лезем мы в меню в наш гараж соответственно я не вижу смысла гнать ради копеек всю технику даже поюзанная она стоит не очень много гнать на магазин мол там будет она дороже короче продаем хорлемана продаем не холанда который с нами с самого начала были продаем нашего комбайна россельмашевского который стоит 26000 уже какой кошмар как он бы дешел хотя не холод 10 часов отработал уже стоит всего 217 тысяч мы его оставляем также продаем жатку от россельмаша маленький этот прицепчик за 2000 продаем два культиватора продаем селку тоже продаем хотя блин там семена наверно были удобрения да ладно косилки кстати продаем они нам тоже больше не нужны так много мы с ними работали фуражный прицеп мы пока что оставим гробик этот мы тоже продаем все остальное у нас остается миллион сто денег у нас есть в общем-то 97000 мы техники продали в первый день мы закупились по-моему тысяч на 500 не какой 500 там 4 самого начала было мы еще два поля брали что-то я тут попутал конечно но ладно девятку мы разумеется оставляем хоть мы на ней толком и не ездим иногда денис приезжает на ней катается такая вот радость у человека есть прийти куда-нибудь переставить надо как-то комбайн отсюда достать я даже не знаю как это сделать вообще знаю или не знаю вот же твою мать то услуга платная вернуть на ферму 7600 ну капец интересно куда его вернули нам правда а вернули его кстати нам на ферму замечательно это мне нравится знаете вот это прям хорошо получилось а кстати у нас есть волковая жатка которая скорее всего в гараже спрятана поэтому она не продалась так ладно все разбираемся с этим всем оборудованием который у нас здесь стоит главное сейчас хуже не сделать так жатку мы повернули жатку мы повернули сейчас мы и цепляем цепляем едем мыться мыться это полезно вам за 10 часов моего еще ни разу не заправляли мне такое чувство этот комбайн а может и заправляли врать не буду поэтому я не помню короче моем сейчас он будет желтенький чистенький прям как новенький нужно еще самому помыться здесь знаете на автоматической мойки мне кажется тут нормально плющит все чистенький как новенький не бит не крашен что называется эти вот здесь пока припаркуем и проделаем ту же самую операцию с нашим маном у нас тоже чума за как не знаю что чем мы и его помоем день знаете ли мытья всего давай становись вот сюда и мойся теперь ты тоже будешь чистым чистым и прекрасным давайте откроем наш этот гараж и посмотрим что у нас лежит здесь из того что нам не нужно и можно продать у нас здесь лежит маленький полук ковш ковш нам тоже не нужен по сути дела хотя пусть лежит он у нас есть не просит еще раз открываем вот эту самую менюху значится маленький плуг нахер сейлки мы оставляем противовес тоже нахер полковую жатку пока совсем не обесценилась тоже нахер тюкалка 559 евро всего стоит тоже ее нахер и все ковш оставим пока мало ли что всякое в жизни бывает иногда потом может все это дело пригодится также друзья я вам предлагаю сходить заглянуть к нашим овечкам посмотреть как у них дела обстоят то у них дела скорее все так это не овечки это бга вот овечки вот они наши овечки они там мекают их не так много осталось что-то насырали трохи есть дохренища тюков у прямо вообще дохренищей травы и соломы надо будет с ними что потом сделать с этими тюками что с ними сделать продать конечно же животные такс у нас овчарня до 16 молотника 189 продуктивных 192 по подросших 109 шерсти у нас есть еще один потом где-то там выгружен 40 кубов навоза по шерсти конечно все плохо 109 кубов это не на контракт 130 кубов контракт можно до 109 сбросить но тогда сильно сильно проваливается в цене это плохо да ёшкин код 111 111 потому что точно есть 4 323 слушать а можно взять время выполнения 40 часов предложение действует 2 часа у тебя никто не плохой цены но к что она здесь скажет по про рыночную цену на шерсть 3 700 рыночная цена это выше рыночной хорошие на оптовой базе за 1800 только можно будет продать по поставке не получится давайте возьмем этот контракт 40 часов у него время выполнения можно даже чуть больше будет накрутить там я не знаю 112 кубов но цену конечно приходится сбрасывать так нормально ну и ладно сбрасываем тогда 4 347 в общем-то эту шерсть твою мать доступна только в конторе я совсем забыл про это в общем-то от овчар не мы тоже будем избавляться но это уже не сегодня это же следующий раз у нас будет и контракт мы тоже в следующий раз возьмем если я конечно про это не забуду план у нас в общем-то понятен надо будет разобраться с полями я наверно за кадром это сделаю и счастью камера забраться а может быть кстати да может быть стремец проведем на эту тему почему бы и нет надо будет продать овечек надо будет продать эти сраные тюки все от овец избавиться навоз я не знаю что имеет смысл силоса кстати у нас тоже там хватает можно будет его продать не можно будет а нужно будет то есть извлечь максимум выгоды с этого с того что мы насобирали вот плюс дождемся ответов по поводу 4 9 поля надо будет приводить в порядок эти поля готовить к посеву соответственно то перепрыгнет и мать твою вот я вот еще думаю насчет восемнадцатого поля как бы он его можем с одной стороны можно продать с другой стороны можно его перепахать чем это же засеять тоже в общем то думаю вообще напишите в комментариях что с этим полем то сделать и вот и в общем-то да вот эти поля разумеется надо будет объединить потом у нас он картошкой все засеяно картошку собирать точно не буду это прям однозначно тут у нас ячмень засеян ячмень можно оставить будет на девятом поле у нас ничего на восьмом у нас ничего и соевые бобы у нас на десятом поле растут. На шестом-седьмом тоже ничего не растет. Наше поле мы ничего туда не сеяли. В общем-то да. Планы дальнейшие вроде как понятны. Я думаю тут проблем особых не возникнет. С техникой мы со всем разобрались. Осталось только самое нужное. Дальше будем смотреть по контрактам. Может быть друзья проведем стримец на недельке. Разберемся с овчарной. И будет в общем-то весело. На этом в общем-то да. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии. Если еще не подписан на канал, то подписывайтесь. И с вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока.